В районе санатория «Лесная сказка» в лесном массиве обнаружен труп женщины. На место преступления выехали профессионалы. Им предстояло выяснить, кем была мертвая девушка, как оказалась посреди леса одна и где ее одежда. Преступник был осторожный, даже можно сказать аккуратный, но такая у него особенность была, он фактически все забирал, мы ничего не находили. Обследовавший тело эксперт установил, девушка была изнасилована. Но несмотря на удавку на шее, неизвестная могла выжить. Судя по следам, она сама выбралась на проезжую часть из зарослей. Однако ночью в санаторий никто не ехал, бедняжка замерзла насмерть. Сотрудники уголовного розыска обследовали обочины, опушки, кострищи и места для пикников. Важна была любая зацепка, отпечатки на пакетах и окурках. С трудом удалось установить личность жертвы. Рядом с телом не было ни документов, ни вещей. Только через несколько дней выяснилось, найденная девушка Елена Молочникова. О том, что она исчезла, заявили родственники. Елена Молочникова, 18 лет. Студентка Липецкого педагогического института. Проживала в общежитии учебного заведения. Последний раз живой Елену видела подруга, с которой они вместе вышли из кафе на центральной улице Липецка. Девушки ловили попутки, но в разных направлениях. Тогда же не было вот таких интернета, эпохи тогда не было. Тогда все от бордюра стоишь с рукой, остановил машину. Куда? Туда. Садись. Поехали. От места расставания подруг до точки, где было обнаружено тело, 20 километров. Логичным было предположить, Молочникову мог убить подвозившего водителя. Но где ее вещи? В ночь исчезновения на студентке были полушубок, кофта, юбка и ботинки. Со слов подруги криминалисты, зарисовали предметы гардероба и разослали ориентировки. Первое направление – это информирование оперативно-следственных подразделений о том, какие вещи были на потерпевших. И второе – это для сотрудников экспертной службы, для того, чтобы когда он будет участвовать в каких-то мероприятиях, связанных с обыском или осмотром каким-то другим. Благодаря ориентировке удалось найти сумочку жертвы, пустую, без документов. Ее выловили в 10 километрах от места обнаружения тела. Это подтверждало версию, что убийца использует автотранспорт. Был шлен анализ и сбор информации по крупицам. Уровень, скажем так, латентности, конспирации у преступника был высок. То есть зацепить его чем-то было нечем на тот момент. Среди крупиц информации криминалистам удалось установить нечто крайне важное, что в корне изменило ход следствия. На теле убитой Елены Молочниковой экспертам удалось обнаружить выделения, которые принадлежали ее убийце. В конце прошлого столетия ДНК-исследования выполняли всего несколько лабораторий в стране. Поэтому липецкие специалисты работали по старинке, применяя биологическую экспертизу. С ее помощью они определили, что у убийцы четвертая группа крови. Итак, в распоряжении следствия были группа крови убийцы, капроновые колготки, которыми задушили девушку, и ее сумочка. Однако, чтобы выйти на след преступника, этого было недостаточно. Тем временем в дежурную часть Липецка стали поступать новые сообщения об изнасилованных и убитых женщинах. В районе тракторного завода найдена мертвая Светлана Проничева. С удавкой из медицинского халата обнаружена Яна Конева. Были задушены Любовь Терпилова бюстгальтером и Ирина Ванина колготками. Неподалеку нашли мертвый Тамару Сырцову с комбидрессом на шее. Все девушки были в возрасте от 18 до 28 лет, пропали в центре Липецка, а их обнаженные тела были обнаружены за городом. Для расследования все схожие эпизоды объединили в одно уголовное дело. Из профайла предполагаемого преступника, составленного во Всероссийском научно-исследовательском институте МВД. Маньяку присущи черты артистичности и демонстративности. Тела он вывозит не просто за город, а в места, часто посещаемые любителями отдыха на природе. Тем самым преступник пытается продемонстрировать свою недосягаемость, играет со следствием, помечает свое пространство. Демонстративность действий преступника подтвердили события осени 1999 года, когда в районе санатория «Лесная сказка» убийца оставил две очередные жертвы. Надежда Кровникова, 25 лет. Людмила Хлюстова, 20 лет. Уроженки города Липецка. Друг с другом незнакомые. В дни исчезновения вышли на улицу в темное время суток. Предположительно, пользовались услугами частного извоза. Молодых женщин нашли на одной опушке леса с разницей в несколько дней. Обе лежали в 30 метрах от дороги. Криминалисты обнаружили следы волочения от обочины к кустам и выдвинули версию. Жертвы были убиты в другом месте, перевезены в лес, а перенести тела взрослых женщин на расстояние в несколько десятков метров мог только сильный мужчина средних лет атлетического телосложения. Сотрудники уголовного розыска предположили, если преступник несколько раз приходил на одну и ту же опушку, он может вернуться сюда снова. По расчете на это на деревьях закрепили камеры, которые должны были заснять убийцу и его автомобиль. Информация о страшном монстре, который похищает и душит девушек, распространилась по всей Липецкой области. После такого известия о Липецком душителе заговорили все. Горожане выходили на улицу с опаской. Однако предупрежден был и сам маньяк. На злополучную опушку у санатория лесная сказка он больше не вернулся. Камеры скрытого наблюдения не помогли. С мест преступлений были изъяты сотни различных предметов. В экспертных лабораториях изучали фрагменты бумаги, пластика, жидких веществ, а также микроскопические частицы и волокна. Липецкие криминалисты склонялись к версии. Синтетические микроволокна на телах убитых могли быть ворсом автомобильных чехлов. Похожий вывод сделали специалисты Всероссийского научно-исследовательского института МВД России. Место преступления с большой вероятностью и есть в салон автомобиля. Из профайла предполагаемого преступника, составленного во Всероссийском научно-исследовательском институте МВД. Отмывать машину и переводить ее в порядок преступник, скорее всего, приезжает в укромное место. Подозреваемые должны иметь либо гараж, либо территорию на приусаденном участке для стоянки автомобиля. Плохо просматриваемые с улицы или из дома. Если есть гараж, то, вероятно, там хранят вещи потерпевших. Вскоре вывод экспертов подтвердили показания свидетелей. Разыскать их помогла огласка в средствах массовой информации. Дежурную часть поступил звонок. Дрожащий женский голос сообщил. Она одна из жертв маньяка. И она выжила. Вера Новикова, 22 года. Диспетчер Липецкого тракторного завода. Мать двухлетнего сына. Вечер нападения была на девичнике в кафе. Девушка вспомнила. Из кафе она вышла около часа ночи. Остановила попутку. Сев в машину на переднее сидение, Вера задумалась. Повернулась к окну. Как вдруг наголу обрушилось нечто тяжелое. Очнулась Новикова от страшного холода в придорожном овраге голой. Шею сдавливала туго затянутая майка. Выжившая Вера видела маньяка только в темноте. Но девушка обратила внимание. Из-за внушительной комплекции мужчине было тесно на водительском кресле. Еще она запомнила разрез глаз преступника. Круглое лицо. Со слов Новиковой был составлен фотороботом. Четкое описание человека, что он лысый. Описание телосложения человека, что он плотный. Вера описала преступника как спокойного, сдержанного мужчину. Водитель изначально не проявлял агрессии и не вызывал опасений. Из-за стресса девушка не могла вспомнить, какой марки был автомобиль и особенности салона машины. Следователи решили прибегнуть к нестандартным методам. Работа психолога МВД с потерпевшей дала невероятный результат. Новикова вспомнила синтетические чехлы сидений, форму кузова и самое поразительное – две цифры государственного номера машины. Интерпретация цифр была 738, 758 или пятерка, или семерка, или шестерка. Ну, классическая машина наша, российская. Итак, теперь следователи знали марку автомобиля – «Жигули». Ну, какой модели? В памяти свидетельницы отпечаталась вазовская классика «Седан». Ну, какая именно? Тройка, пятерка, семерка, универсальные двойки и четверки исключили. Оперативники проверяли все эти машины. Особое внимание они уделяли авто, в номерных знаках которых были цифры 578. В итоге в регионе предстояло проверить несколько тысяч «Жигулей». На карте города отметили точки, где пропали девушки. Сопоставили с местами, где нашли их трупы. И сделали вывод – большинство линий пересечения концентрируются на южных и юго-западных окраинах Липецка. Оперативники прекрасно помнили – на юге у Троицкого моста была найдена сумка одной из жертв – Елены Молочниковой. И там же, в районе Липецкого заказника, произошло очередное, уже десятое по счету убийство. Южная окраина Липецка. На левом берегу реки Воронеж раскинулся огромный липецкий заказник. 13 тысяч гектаров особо храняемой земли. Здесь водятся олени, косули, лоси, кабаны. Охота запрещена, рыбалка строго по разрешению. Именно в этих непроходимых местах, ноябре 2000-го, развернулся настоящий триллер. Николай Воронин получил оперативную информацию. Браконьеры установили сети. Воронин с коллегой решили взять нарушителей с поличным. Обнаружил стоящий от нашей машины автомобиль. Метров, наверное, 30-30-50. Она стояла без фар, работала, а были этот прибор ночного видения, такой допотопный, но у него было очертание машины видно, вот, и видно, человек курил. Дальше началось странное. Водитель то выходил из машины, то возвращался в нее. Резко взрывается свет данного автомобиля и резко трогается с места. И начинает делать, ну, так называемые пятаки. То есть крутиться. Ну, драйвом сейчас молодежь занимается. Вот. Раз проехал, два, и такие большие круги делал. Инспекторы недоумевали. Если этот человек незаконно ловил рыбу, зачем он так себя ведет? Возникла и другая версия. Это охотник, и он гонит таким образом дичь. Напарники приняли решение вмешаться. И тут подозрительный автомобиль вдруг развернулся и на большой скорости поехал прямо на машину инспекторов. Машина летит, едет очень быстро. А я вот так вот на капоте сижу, ноги на бампере, у меня фаролампа. Скорость не снижая, у него уже для маневров не было возможности никаких уехать, потому что там русло, там болото. Он начинает резко тормозить. Я даже поднял ноги, потому что боялся, что он прижмет ноги к моему бамперу. Странная машина была заблокирована. Инспекторы потребовали у водителя выйти из машины. Каково же было их удивление. Из салона еле выполз неповоротливый великан. Воронин с коллегой досмотрели багажник. Он был пустым. Ни оружия, ни сетей, ни другого браконьерского снаряжения в нем не оказалось. Ничего подозрительного. Разве что пассажирское кресло было разложено, а на нем раскинута роскошная женская шуба. Там увидели, шуба лежала на сиденье. Ну, он как-то, я не знаю, пояснял он им или нет, что это супруги шуба. Ну и все. Оснований для задержания его не было. Закрыли. Он поехал. Водителя отпустили. Но Воронин и его коллега решили проехаться по оставленной автомобилем колее и исследовать место, где стояла подозрительная машина. Начинаем по следам, по его прям, по свежим. Раз, круг делаем, прям как он ехал, со светом подъезжаем, подъезжаем. Камыш сбит снег и грязь какая-то. Я, Саша, погляди, даю ему фарлампу. Да какая-то кукла, говорит, лежит. Я говорю, Саша, какая кукла? Погляди. Он еще раз выходит и говорит, труп. Инспекторы бросились в погоню. Воронин с напарником неслись по ухабам, однако догнать странного мужчину не смогли. Его машина уже выбралась из камышей на трассу и растворилась в автомобильном потоке. Инспекторам ничего не оставалось, как вызвать милицию. Белого цвета выдвинулся в сторону ЛТЗ. Нужна помощь. Из воды криминалисты достали абсолютно голую девушку. На ее шею тугим узлом был завязан бюстгальтер. Кристина Хоркина, 25 лет. Вышла из дома в 8 часов вечера на встречу с подругой. Была одета в брюки и свитер, а также длинную, почти до каблуков, шубу. Только теперь, обнаружив тело убитой женщины, Николай Воронин понял, зачем мнимый браконьер наворачивал круги. Скидывал труп с машины, не выходя. Он подъехал к обрыву, ее скинул. Она ударилась там задней частью, перекатилась и упала в воду. Он даже с машины не выходил. Инспекторы видели. Машина с подозреваемым уехала в сторону микрорайона тракторной. Именно его упоминали психологи института МВД в составленном ими портрете преступника. Воронин и его напарник, столкнувшийся с предполагаемым убийцей, уточнили его фоторобот и добавили новую информацию. Рост душителя не менее 190 сантиметров. На вид сколько этому человеку приблизительно было? От 30 до 40. От 30 до 40? Из-за темноты и стрессовой ситуации ни один из свидетелей не смог с уверенностью сказать, какой модели и цвета была скрывшаяся машина. Чтобы помочь следствию, Николай Воронин согласился на активацию памяти. Я не могу это объяснить. Не знаю, помог, не помог, но точно знаю, что была ночь, я фару осветил, цвет один воспринимается, а, как говорят, в головной мозг уходит правильный цвет. То есть я говорил, такая машина, она была чуть цветом другая. Воронин назвал модель машины, шестерка «Жигули», цвет автомобиля – белый. Но самое главное, он вспомнил те же цифры номера, которые ранее упоминала выжившая девушка. 7,5, 8, 7,3, 7,6, 8 нам уже не подходило, там 7,11, то есть уже меньшее количество отсеивало. После инцидента заказники за лепестским маньяком закрепилось негласное прозвище – браконьер. А инспекторы природоохраны на несколько недель сменили вид деятельности. С утра до вечера им приносили громадные папки с фотографиями всех владельцев ВАЗ-2106 белого цвета, которые когда-либо были зарегистрированы в Липецкой области. Листая подшивки с правами собственников «Жигулей», инспектор Воронин возвращался к событиям тревожной ночи. Но вспоминал он не лысину преступника и не цвет его глаз, а его необычные ладони. Руки у него вот прям, ну, белые. И когда я это рассказал, с Москвой человек, он говорит, ну, там какая-то болезнь. Когда человек нервничает, один потеет, один краснеет, один, это один из миллионов, или это у него психологически идет в руки, и они прям чуть не пальцы вытягиваются, и его прям, ну, просто как снег руки. Правоохранители взяли на карандаш всех, кто мог управлять вазовской классикой. Особенно тщательно проверяли шестерки белого цвета. А их в области числилось больше трех с половиной тысяч. Водители с четвертой группой крови отмечались в особом списке. Ведь, как ранее установили эксперты, у преступника была именно она. В поисках той самой шестерки милиция устраивала рейды, перекрывала дороги, дежурила в лесах и следила за ночным кафе. Несмотря на весь комплекс проводимых мер, нападения продолжались. Стало известно о еще пяти девушках, погибших при схожих обстоятельствах. Обнаружен труп девушки в районе 25-30 лет. Следствие продолжало отрабатывать версию и того, что маньяк может быть прописан и жить в другом регионе. А в Липецке бывает лишь наездами. Например, приезжают командировки или навещают знакомых. Искали не только машину, но и вещи убитых девушек. Украшения, предметы, гардероба, документы. Все это преступник уносил с места преступления и, по мнению криминалистов, хранил непосредственно у себя. Из профайла предполагаемого преступника, составленного во Всероссийском научно-исследовательском институте МВД. О человеке, совершающем нападение с большой долей вероятности, можно сказать, что это мужчина в возрасте 30-35 лет имеет работу, семью, возможно, детей. Корыстный мотив является вторичным по отношению к насильственному. Ценные вещи забирает себе, возможно, отдает членам своей семьи, сожительнице, жене, сестре. Беспрецедентные поиски серийного убийцы принесли свои плоды. Маньяк затаился. Он испугался. Он понял, что он очень ходит по тонкому льду. Однако звериная природа взяла свое. Осенью 2004 года маньяк снова вышел на охоту. Вблизи Матырского водохранилища задушной была найдена Ксения Киреева. На берегу видно было и следы волочения, как он с машиной волочил. Были там обнаружены следы обуви. Впервые на месте обнаружения тела эксперты получили четкие отпечатки ботинок 45-го размера. Установили. Берцы с такой рельефной подошвой выпускает липецкая обувная фабрика. Кроме того, у следствия впервые появилась возможность вычислить преступника по украденному у жертвы телефону. До этого у убитых девушек мобильных при себе не было. Итак, преступник унес мобильные жертвы. Это стало невероятным подарком для следствия. Дело в том, что каждое устройство имеет свой IMEI. Это уникальный серийный номер, который устанавливается производителем. И как только телефон включается и регистрируется в сети, то можно узнать его примерное местоположение. А если в него ставить еще и сим-карту, то можно получить персональные данные владельца, которые указаны в договоре с оператором. И остается только ждать. Если телефон будут использовать, то об этом обязательно поступит сигнал сотому оператору. Тот, в свою очередь, оповестит следственные органы. Оптимизм следственной группы оказался преждевременным. С момента, как маньяк убил последнюю жертву, прошло долгих три года. И все же маячок сработал. Телефон задушной девушки подал сигнал с новой сим-картой в 2007 году, зарегистрированной на имя некого Алексея Рудых. Алексей Рудых, 45 лет, водитель управления культурой города Липецка, женат, воспитывает двоих детей. Оперативники выехали по адресу прописки мужчины. Их встретил лысоватый, тучный и еле передвигающийся человек. Неужели такой мог быть серийным убийцей? На вопрос, как телефонная трубка попала к нему, Рудых ответил. Нашел в районе Матерского водохранилища. Версия выглядела правдоподобной. Именно там была убита последняя жертва маньяка. Исключать, что преступник выбросил, а случайный прохожий нашел телефон, было нельзя. Он показывает, что недалеко от места совершения или в локации места совершения преступления. Он показал. Ну, как бы версия, да. Ну, нашел. Вставил свою сим-карту, вот здесь. То, что Рудых невиновен, подтвердили и лабораторные исследования. Кровь водителя управления культурой оказалась не четвертой группой, как в уголовном деле, а третьей. Это все, руки опустили, все не он. Ну, третья группа крови. Что? Что с человеком? Да, подозрительный, да, какой-то вот. Все похоже, но не он. Алексей и Рудых отпустили, но в 2008-м вновь решили проверить всех, кто когда-либо попадал в фокус внимания следствия, в том числе и Рудых. У всех взяли свежие биоматериалы, которые отправили на дополнительную экспертизу. Использовали более совершенный молекулярно-генетический анализ. Сегодня достоверно известно. При некоторых инфекциях в организме биологическая экспертиза дает неверный результат. Так произошло и в случае с Алексеем Рудых. В итоге 10 лет искали человека с другой группой крови, а маньяк скрывался. Алексея Рудых арестовали. Под тяжестью улик подозреваемый стал сознаваться. Аналитическая справка научно-исследовательского института МВД оказалась на 100% точной. В конце 90-х Алексей Рудых жил в микрорайоне Тракторный. К югу раскинулась обширная лесная зона. Именно туда липецкий браконьер и начал свозить своих жертв. Этот район знал вообще досконально. И сюда он вывозил даже членов своих семей для того, чтобы отдохнуть, устроить какой-то пикник на природе. Рудых умел расположить в себе. Девушки, замужние и одинокие, без страха садились в его машину ночью. Они и подумать не могли, что от увольня им угрожает смертельная опасность. На преступление маньяка толкала похоть. Совершив сексуальное насилие, Рудых боялся, что девушки заявят в милицию. Убивая их, он устранял свидетелей. Психологические портреты, которые составлялись по ходу расследования дела, они, по сути, оправдались. Это действительно был такой неприметный человек, от которого не ожидаешь опасности. У общительного водителя всегда было несколько женщин на стороне. Среди них оказалась Елена Молочникова, юная студентка педагогического университета. По показаниям Рудых, Елена так не влюбилась, что начала шантажировать, требовала уйти из семьи. По крайней мере, именно так маньяк объяснил причину, за что затянул вокруг ее шеи колготки и оставил голову в лесу. Хофточку, юбку, ботинки забрал с собой, а шубу передарил другой любовнице. Избавился только от сумочки, посчитал ее слишком дешевой и старой. Ей это тоже в определенной степени показалось странным, но он сказал, что эту шубу забрал у родственника, и ты можешь распоряжаться этой шубой. Криминалисты и в этом оказались правы. Драгоценности, предметы, гардероба маньяк считал своим трофеем и щедро раздаривал знакомым и семье. И более того, в машине, когда они с ним находились, они видели постороннее тоже нижнее белье, женские предметы, одежды. Он это тоже пояснял, что ему кто-то передал, вот ему необходимо тоже куда-то передать, поэтому как бы видели у него вот эти предметы, которые находились на жертвах. Но почему выжившие девушки первый раз не смогли узнать маньяка в лицо? На опознании он вел себя как больной и безобидный человек, а его внешний вид никак не сочетался с образом серийного убийцы. Более того, когда они садились к нему в машину, было темно, и водители они не разглядывали, просто смотрели в окно, чем и пользовался убийцей. Главным свидетелем обвинения стал инспектор Николай Воронин. На следственном эксперименте среди десятков лосеющих мужчин он безошибочно указал на браконьера с бледными дрожащими руками. Я долго, минут 7-8, прям вот паузу взял, потом вводка за гражданин, пускай встанет. Он встает, ну взгляд понятный, руки вынятки вперед. Он вытягивает, я все это он. Опять у него прям... Даже сотрудники удивились, говорят, а зачем руки-то, наверное, для успокоения моего, просто что пальцем показал именно того. Ну вот просто врус ответственности серьезнейший был. Алексей Рудых носил берцы 45-го размера. Несколько лет владел белой шестеркой. В госномере действительно были цифры 7, 5 и 8, как удалось запомнить свидетелям. Чехлы на сиденьях были из синтетической ткани, а на колесах были диски от иномарки. Он лживый, хитрый, изворотливый, и поэтому с ним было достаточно сложно общаться. Сам большое количество задавал вопросов, пытаясь понять, какая информация имеется. Однако профессионалы знают, идеальных преступлений не бывает. Все собранные улики и экспертные заключения были приобщены к делу и придавили маньяка будто могильной плитой. Вот этот достигнутый результат, это не результат ни одного человека. Это результат усилий моих сотрудников. Суд признал Алексея Рудых виновным в 14 убийствах и покушениях на убийство. Наказание – пожизненное лишение свободы в исправительной колонии особого режима. Ни разу со следователями не встретилась жена, мать двоих его детей. Все члены семьи сослались на 51-ю статью Конституции и не свидетельствовали против супруга и близкого родственника. Жена бросила все – работу, дом, родню, друзей и переехала с детьми в другой регион. Как сложилась их судьба – неизвестно. Алексей Рудых из своего пожизненного срока отсидел 13 лет, а потом наложил на себя руки. По практике Федеральной службы исполнения наказаний умерших сидельцев отдают родственникам при одном важном условии – если те желают их забрать. Алексей Рудых окончил свою жизнь одиноким и никому не нужным. Его похоронили как лицо безопределенного места жительства за счет казенных средств. Маньяку присущи черты артистичности и демонстративности. Цитата из профайла, составленного психологами-криминалистами, задолго до поимки преступника. Как же они были правы? Перед судом он актерствовал как мог. Изображал немощь, еле передвигал ноги, опирался на костыли. Хотя по медицинским показаниям костыли ему были не нужны. Не забывал о своем образе, когда вступал в перебранку с матерями жертв. Вскакивал, размахивал руками, кричал «Бог покарает». Верил ли он в «Бога» на самом деле? Вряд ли. Но перед «Богом» и людьми виновный был назван. Алексей Рудых. Дело липецкого браконьера закрыто.